Всем привет! Я Ксения Акчурина и это передача Коев со звездой, в которой мы знакомимся с интересными и яркими людьми. Сегодня у нас необычный выпуск, потому что у нас в гостях сразу два великолепных актера – Андрей Чернышев и Екатерина Волкова. Сначала мы пообщаемся с Андреем Чернышевым. Здравствуйте, Андрей! Андрей Чернышев – водолей, российский актер театра и кино, телеведущий. Окончил театральное училище имени Щепкина. Известен по таким фильмам, как «Две судьбы», «Дама в очках с ружьем в автомобиле», «Навождение», «Близнецы», «Право на любовь», «Общая терапия». Сейчас у вас проходят гастроли со спектаклем «Любовь к понедельникам» по нашей республике. Расскажите, вообще впервые в наших краях? Нет, я бывал уже в Уфе, но здесь, в Стердамаке и в Салавате, честно говоря, не помню. Наверное, не доводилось. Ага, то есть ни разу еще здесь не были первый раз? Мне кажется, нет. И как вам наша республика? Ну, места красивые, природа красивая. А так, ну, знаете, как гастроли привезли, мы сыграли. Мы не успеем посмотреть, к сожалению, да. Наверняка здесь много чего интересного. Ну, так вот, едешь, наслаждаешься, в окно смотришь. Просто только природа по дороге, то есть? Ну да, да. Я знаю, что «Любовь к понедельникам» — это легкая и интересная комедия с интригующим названием. Расскажите немного о спектакле. Это легкая комедия. Это легкая комедия. Да, это, в общем, достаточно, так сказать, доступно, без сложной проблематики. Но это очень хорошая, качественная драматургия, крепкая. Действительно, это не так, знаете, что-то кто-то написал, мы что-то слабали. И вопросы, которые поднимаются, они понятны. Они актуальны, наверное, наши. Актуальны и очень узнаваемы. Поэтому, в общем, могу сказать, что пока зрители принимали с удовольствием. И так как это все еще действительно в форме такой комедийной как будто. Да, легкой в форме, понятно все. Да, да, да. Ну и плюс есть какая-то мораль такая, незатейливая, ненавязчивая, но, в общем, достаточно полезная. Андрей, я знаю, что осознать свою жизнь в театре и кино вам оказалось очень непросто. Первая попытка поступления в театральное училище в Москве оказалась неудачной. Вам пришлось вернуться в Киев, и вы работали подсобным рабочим в театре. Да. Расскажите вообще, как так получилось, да? Получилось, что я не поступил? Да, ну вообще, такая ситуация, как вы не разочаровались в театре и кино и заново продолжили? Ну, тут скорее я мог разочароваться в себе, потому что действительно, я поступал в 16 лет, и я как-то не предполагал, что я не поступил. Я думал, что, в общем-то, меня все ждут в Москве. Но так как я, у меня семья не театральная, хотя, ну, всегда родители с уважением, с любовью относились к театру, поэтому к театру мне это, наверное, передалось. А вырос я очень далеко, север Чеченской области, там 7 лет мы жили, окончил школу, поэтому я имел очень смутное представление, какие вообще есть театральные вузы, и что надо для того, чтобы поступать. Что-то мы полистали, какое-то стихотворение надо выучить. Ну, стихотворение выучил, басню выучил, там прозы у меня не было. И мы приехали уже в конце экзаменационного сезона, уже июнь, когда, в общем-то, курсы набраны, у меня нога была травмирована. Ну, и, конечно, я был не особо подготовлен, как-то я так очень приехал. И за год подготовились лучше все равно. Да, и это был, конечно, действительно такой для молодого организма его удар, надо сказать, очень полезный, потому что это такой был хороший опыт. Толчок, наверное, хороший. Да, за год я так вот собрался, и вот я провел год в театре «Русская драма» в Украинке, куда попал благодаря нашей знакомой, знакомой родителе, Вере Леонидовна Придоевич, актриса этого театра, она помогла мне устроиться подсобным рабочим. Работу я свою не очень любил. А что вообще вы делали? Делал все с меня. Что у вас были обязанности? Подсобным рабочим я был, то есть, я благодаря этому освоил, правда, все театральные профессии, и монтировщик сцены меня отправляли. Мною затыкали дыры, вот где это требовалось. То есть, абсолютно всем вы занимались. И в костюмерном цеху я работал, и с бутафорами я работал, я научился там какие-то клей делать, и какие-то там музеи надо было перенести, я неделю этот музей, значит, театральный переносил. Но я отлынивал, потому что мне, конечно, интереснее было смотреть репетиции, опрятываться там на ярусе где-то, смотрел репетиции, думал, буду я когда-то тоже репетировать. Сейчас у вас уже множество работ и в театре, и в кино. Расскажите, что все-таки вам нравится больше? Ну, одинаково. Одинаково. Да, это разное, да, есть. А в чем различие? Различие в том, что здесь непосредственный контакт в театре, я не имею в виду, со зрителем, и ты сразу видишь реакцию, плюс у тебя есть возможность, если сегодня что-то не получилось, завтра это поправить. В кино вроде как контакта нет, но ты можешь быть более достоверен, более правдив, потому что не надо там немножко форсировать голос, можно более какие-то нюансы добиться, вот. Но уже повторить не запчисляю, то есть, наоборот, сложно, а я как-то делал, типа, вот так. Я слежу за вашими социальными сетями, и вы довольно активны в Инстаграме. Расскажите, важно ли это для артистов в наше время или нет? Дело в том, что меня там нигде нет. То есть, это все фейки, да? Клоуны, да. Потому что вот аккаунт, где написано официальный, потому что там 83 тысячи подписчиков. Это достаточно много, на самом деле. Ну, вот это я. То есть, это... Потому что, ну, наверное, вот отвечаю на ваш вопрос, как-то я, может, что-то не понимаю, но... Не особо об этом. Пока я не испытываю необходимости рассказывать всем, где я поел, куда я... Да, это все-таки личная жизнь, и не хочется ее афишировать, наверное, все. Нет, это просто у каждого свое отношение к этому. Ну, это ни хорошо, ни плохо. Просто для меня там, ну, более важная, это там, ну, моя работа, нежели, там, внимание ко мне личному. То есть, вас нигде нет ни в одной социальной сети? Нет. А что делать, я не знаю, как тут. Потому что ко мне человек там на гастроли где-то бывает, что подходят зрители, говорят, вот, вы просили там книги. Ну, как мы с вами дружим, значит, я, конечно, многих ввожу в заблуждение, очевидно. Ну, а как, я не знаю, это же никак не закрытым. О вашей работе. Вы всегда говорите, что ваш главный критик – это ваша мама. Это правда? Да. И как она вообще оценивает ваши работы? Критично. Критично? Да. Ну, последние годы она мне говорит, что она, если выходит какой-то там фильм, она достаточно спокойно начинает смотреть. Потому что, в общем, она уже привыкла, что ей нравится. Раньше, конечно, ей много чего не нравилось. Особенно, когда училась в институте. Ну, если что-то не нравится, да, она мне прямо об этом говорит. А бывало такое, что работа, ей прям абсолютно все нравится, и даже нет каких-то замечаний? Да, да. Какая, например, работа конкретно? Ну, вот, может быть, Маргарита Назарова. Одна из последних. А вы сами смотрите свои фильмы или спектакли в записи? Вы знаете, как правило, смотрю. Нет, записи в спектакле не смотрю, потому что это как бы не передает особо. А фильмы, в общем, смотрю. Потому что надо посмотреть, чтобы понять, что получилось, что не получилось. Но вот что-то в последнее время какие-то последние работы вот еще не посмотрел. Многие актеры говорят, что они не смотрят свои фильмы, но со своим участием. Как вы думаете, почему? У всех по-разному, у всех по-разному. Ну, кто-то слишком критично к себе относит. Да, и ведь ничего исправить нельзя в фильме. Ну, да. Наверное, поэтому, да. Я не так трепетно ношусь к себе, в общем, привык к критике и считаю, что она очень полезна. Для вас у меня есть еще блиц-вопрос, на которые нужно очень быстро отвечать. Ой, как быстро? Ну, не раздумывая. У нас сейчас 6 часов переезда было, я могу немножко рекомендовать. Вы готовы? Да. Любимая книга? Нет у меня такого отец. Нет любимой? Слишком много, да, дровой литературы. Ну, просто обидно как-то себя, так сказать, зажимать в какие-то навыки. Ну, столько авторов, столько книг. То есть любимого автора тоже нету? Нет. Ага. Кем хотели стать в детстве? Вот я играл в Маргарите Назаровой, дрессировщика. То есть с тиграми мы там общались. И когда я оканчивал детский садик, то всех, значит, спрашивали, кто кем хочет быть. Я сказал, дрессировщик. Ничего себе. И вот мечта, можно сказать, осуществилась. Можно сказать, осуществилась, да. Что может вас очень обрадовать? Встречи с друзьями. А что расстроить? Не случившиеся встречи с друзьями. Было ли такое, что во время спектакля вы напрочь забывали свои слова? Конечно, было. Как с этим справлялись? Вы знаете, мне становится смешно, я начинаю смеяться. Глупо, наверное, совершенно веду себя. Ну, как-то нет. Если это не в стихах, то это, вот, может быть, конечно, если в стихах... Это можно симпровизировать, допустим, если не в стихах. Да, если в стихах, то это страшно, да. Ну, слава богу. Достаточно, наверное, сложно выйти в стих. Не было, да. А так, ждешь помощи от партнеров или уходишь за кулисами. Спрашиваешь, помрежешь, а что там дальше? Три качества, которые должны быть в любой женщине. Первый попавшийся. Три, три – это много. Вот я знаю одно главное. Мне кажется, женщина должна быть самой собой, она должна быть естественной. Это, мне кажется, это... Самое главное для вас. Самое главное. Ваш девиз по жизни. Тоже не обзавелся таким, честно. Мне было очень приятно с вами пообщаться. Я желаю вам удачи на спектакле. Обязательно буду смотреть и надеюсь, что мне понравится. Спасибо, спасибо. А прямо сейчас у нас в гостях очаровательная актриса театра и кино Екатерина Волкова. Екатерина, здравствуйте. Екатерина Волкова, рыбы, российская актриса театра и кино, певица. Окончила школу искусств по классу фортепиано и музыкальное училище отделения хоровое дирижирование. За ее плечами не один десяток фильмов. Например, «Искупление», «Анна Каренина», «О любви», «Восточный роман», «Голубая луна» и другие. Совсем недавно у вас был день рождения. Я поздравляю вас с прошедшим днем рождения. Я знаю, что свой день рождения вы провели прямо на сцене. Расскажите, вам было приятно играть свой день рождения в спектакль? Ну да, конечно. Знаете, когда зритель скандирует по днему рождения, после спектакля, аплодисменты, все цветы мне. Потому что партнеры все отдали свои цветы. В общем, как-то такой строили мне праздник. Ну, вообще, конечно, актрисе справить свой день рождения на сцене – это подарок тоже. У вас впервые было такое в этом году? Ну нет, у меня было на съемочной площадке. А вот в театре, наверное, впервые, да. Сейчас у вас проходят гастроли. Буквально час назад вы приехали из Белорецка. Я знаю, что вы уже побывали и в Уфе. Расскажите, тяжело ли даются переезды? Спасибо огромное за прием. Во-первых, за теплоту. Нас так встречают. Зрители очень реагируют, смеются. И, в общем, вы знаете, там даже сегодня утром ко мне там постучались женщины. Ну, уже из гостиницы, которые были на нашем спектакле. И с просьбой сфотографироваться, подписать книги, в общем, дать автографы. Ну, это очень приятно. Потому что мы артисты, собственно, для зрителей. Существуем, работаем, творим. И, конечно, одно дело, когда ты работаешь в кино. Нет живого такого общения. Да, нет живого общения. И, конечно, есть такая... Я там много лет в основном снималась. И в театре очень мало играла. И вот сейчас вернулась, так сказать, в театр. И вот у меня есть несколько антреприз, с которыми я езжу. И вот эта каждая встреча со зрителем твоим, который знает твои роли, любит, это всегда большое удовольствие. Естественно, там переезды, может быть, там вот сейчас мы ехали 5 часов на автобусе. Это, конечно, сложно. Знаете, как говорят, тяжелая и неказистая жизнь российского артиста. Я знаю то, что обычно, когда приезжают на гастроли актеры, они не успевают посмотреть достопримечательности какие-то. А вы успели посмотреть наши города, может быть, побывать в каких-то интересных местах? Да, ну, природа замечательная, горы. Я вообще люблю такую горную местность. Когда я увидела там пихтовое масло, я думаю, что что это такое? А даже прикупила себе пузыречек, веник уж не стала покупать. Я говорю, а для чего это? Они говорят, это для бани, в общем. Я говорю, надо хорошего пихтового масла взять. И, естественно, башкирский мед я с собой увезу, потому что я так любительница меда. Башкирия славится самым лучшим медом. Вот. И у меня подруга, я тоже из Башкирии, все время я ей заказываю, когда она едет на родину. Успела я в Уфе после спектакля, так как у меня как раз день рождения был. И я поехала на такси с молодым человеком. Он, в общем, меня пригласил в какой-то клуб. Посмотрела на уфимскую молодежь. В общем, и так вот немножко... И как вам наша молодежь? Ну, слушайте, вся молодежь прекрасна, потому что это всегда любовь, влюбленность. Это всегда вызывает улыбку и какую-то такую надежду. Ну, потому что любовь всегда прекрасна. Так вот мы проехали по городу, посмотрели на освещенный ночной город. Ну, и так отметили чуть-чуть день рождения. Когда проходят гастроли, нужно постоянно играть на разных сценах, на совершенно разных площадках. Сложно это дается для артиста вообще? Вы знаете, как бы артист вообще, он всегда в предлагаемых обстоятельствах существует. Это мы нас еще учили, как бы, Станиславский и Константин Сергеевич. То есть актер всегда должен... Отстроиться. Должен, да, органично вписаться. Поэтому у меня вот партнер по другому спектаклю, Коля Добрынин, он вообще заходил, значит, на сцену сюда, ложился и целовал сцену. Такой ритуал, да? Да, да. Что пошло все хорошо. Целовать сцену, да. Ну, естественно, у меня ритуал, я всегда крещусь перед выходом. Да, там, Господи, спаси, сохрани, помоги. Ну, потому что разные бывают ситуации, бывает так, что и сложный перелет, и сразу уже на сцену, вот, или такие вот переезды. Ну, вы знаете, сцена лечит. Вот у нас сегодня тоже Марина, Маша Добржинская, она так, с температурой вообще заболела, да, тоже. Я говорю, сижу сейчас, говорю, вот какая у нас профессия? Не отменить ничего, ни съемку не перенести, ни спектакль, потому что, ну, мы не можем обмануть зрителя, который придет, ожидая... Ответственность большая. Да, большая ответственность. Вообще артист большая ответственность. Мы все-таки должны понимать, что мы говорим, что мы, как мы действуем в жизни, потому что на нас смотрят. Это всегда под внимание. Да, ну, это вот, прежде всего, правильно говорить, ответственность. Бывали ли у вас такие ситуации, что вас вылечила сцена? Конечно. То есть, конкретный пример такой. Тогда, например? Ну, вы знаете, тоже вот, ну, мы же тоже живые люди, да, и бывает, что все, сил нет, ну, просто даже элементарный грипп, который дети приносят со школы, и никто этого не отменял, да, потому что все-таки это, там, бациллы летают, да, сейчас особенно такое время, вот, переход с зимы на весну, с осени на зиму всегда, он такой опасный. То есть, ты думаешь, что уже можно одеться полегче, потому что уже хочется. И вот кажется, что нет, вообще сил нет, и выходишь на сцену, и как будто откуда-то, я не знаю, Бог дает тебе силы, и тебе, наоборот, еще больше энергии, и ты думаешь, господи, как это, как это все случилось, что я перестала болеть на этот период, именно вот на эти два с половиной часа, там, ты вдруг каким-то, я не знаю, мгновением палочки волшебной, ну, вот, говорят, сцена лечит, это тоже вот есть такая пословица. А не наведает ли играть этим тоже спектакль, например, несколько дней подряд, или это, наоборот, полезно? Мне кажется, каждый спектакль, он совершенно различается, хотя, вроде бы, один тот же текст, то же самое, да. Для меня это как будто вот какая-то такая вот энергия, ты в нее вот вплываешь, и что-то получается сегодня вдруг смешная шутка, вдруг возникла реакция зрителя разная, и поэтому это так интересно, все время это какой-то эксперимент, и все время экзамен. У нас такая профессия, знаете, как вот тоже каждый раз все равно идешь на пробы, да, допустим, в кино, и уже вроде тебя знают, это миллионы фильмов уже там, у меня там 60 названий уже фильмов, где я снималась, и все равно вызывают на пробы, потому что у нас сейчас продюсерское кино, канал утверждает, да, и каждый раз ты должна доказать это, да, каждый раз ты должна, там, не знаю, заплакать, если в сцене написано, да, выдать этот текст огромный, допустим, да. А вообще волнение у вас сейчас присутствует, когда, например, вы пробуете какой-то новый фильм? Ну, сейчас такого волнения нету, как раньше, наверное. Уже, наверное, опыт, да, такой. Руки. Естественно, когда премьера, допустим, спектакля, волнение, ну, вообще, у меня перед спектаклем всегда есть волнение, и это нормально, и правильно, мне кажется, когда этого волнения не будет, я умру. Кроме кино и театра, вы очень любите джаз, и также его поете, выступаете. Расскажите, это для вас больше хобби или тоже одно из профессиональных таких дел? Ну, конечно, хобби, потому что успеть все невозможно, да, потому что, ну, я очень много снимаю сейчас, есть и театр, и езжу, поэтому на музыку, к сожалению, остается очень мало времени, но надеюсь, то, что, ну, у меня там не было, там, директора, сейчас появился такой прокатчик, который ему нравится, как я пою, и музыкальные программы у меня две, одна джазовая, другая моих авторских песен, в общем, два коллектива музыкальных. Очень люблю и очень всем нравится, но вот именно из-за того, что я не могу организовать это все, потому что, помимо этого прочего, у меня еще трое детей, поймите, что я тоже еще все-таки хочу еще и быть мамой, и не упустить вот этот возраст, когда очень важно, чтобы мама была рядом, участвовала в воспитании, потому что, конечно, с нашей профессией сумасшедшей дети, там, слава богу, бабушка есть, слава богу. Часто остаются одними. Бабушка, дедушка, и это огромное счастье, когда еще у них хорошие отношения, бабушка обожает внуков, да, там, дедушка есть, вот, поэтому огромное спасибо, конечно, моей маме, потому что, если бы не она, там, ну, очень сложно найти человека, там, которому ты полностью бы доверила, там, воспитание своих детей, да, ну, я имею в виду, там, няня, там, там, это все равно, это должен быть какой-то близкий тебе подруг. Все равно страшно кому-то чужому доверять. Ну, конечно. Как ваши дети относятся к вашей профессии? Они всегда приходят, там, на мои премьеры, смотрят, вообще-то телевизор, вообще показывают все время на разных каналах, я так, знаете, как, ты снимаешься, снимаешься, потом их начинают повторять по разным каналам, и мне уже там звонят, говорят, Кать, ну, что не переключишь, какой канал, везде ты. Я говорю, ну, вот как-то наснималось уже столько, вот. Ну, как, они гордятся своей мамой, в общем, сейчас старшая дочка у меня тоже на каникулах, так это она в Германии учится, приехала на каникулах, вот все мы такие, воссоединились, семья, дети от нее не отлипают, в общем, у нас еще появился еще один член семьи, и это собака, которая тоже требует воспитания, с которой надо гулять с утра, хочешь, не хочешь вставать, и, в общем, я тоже прививаю эту ответственность детям, потому что, говорю, ну, если вы уж упросили меня взять щеночка, значит, будьте добры, да. Ну, потому что я очень сомневалась, написала, я помню, в фейсбуке, я написала, дети умоляют взять щенка и обещают клятвенно, что будут гулять. И мне первый ответ был, не верьте, и сейчас я с этим сталкиваюсь, потому что, естественно, там, ой, ой, мы хоть и хотим поваляться, особенно в воскресенье, да, когда в школу не надо идти, и все, и начинается, я говорю, так, все, пишу заявление, отдаю собаку, уже не щенка, щенок уже вырос, причем сначала мы взяли его, как думали, бигль, думали, маленький, он будет какой-то средний, и вдруг у него начали расти лапки, в общем, я такая думаю, так, это уже какой-то не бигль. Вот, и одна женщина на прогулке сказала, ой, какая у вас прекрасная эстонская гончая. Так я узнала по роду своей собаки. Вот насчет фейсбука, вы вообще часто ведете социальные сети, общаясь с своими поклонниками, подписчиками? Ну, я всегда стараюсь отвечать на письма, да, у меня нет такого там закрытости, естественно, там есть лимит какой-то там друзей, но я всегда отвечаю, и если просят там о помощи какой-то, тоже пытаюсь, потом я еще являюсь попечителем благотворительного фонда «Жизнь как чудо», вот, и тоже на это надо время, и, естественно, нам социальные сети в этом случае очень помогают, потому что я, знаете, даже не верила раньше, что, ну, я думала, что настолько у нас уже люди равнодушные, ну, как-то еще такой был период, когда было много мошенничества, связанное с благотворительными организациями, вот, и все как-то так не очень охотно. Но когда, знаете, мы даем, допустим, объявление, сбор срочных средств, да, это, допустим, мы сразу ребенка конкретного, и когда, ну, это происходит тогда, когда прямо уже время не ждет, срочно нужна операция, ну, мы занимаемся, наш фонд «Жизнь как чудо» занимается детьми с заболеванием печени, и когда нужна трансплантация, до недавнего времени она, возможно, была только вот в Бельгии, да, курс евро вырос, да, и, естественно, родителям, которые попали в такую сложную жизненную ситуацию, они просто в отчаянии находятся, потому что зачастую там и продать нечего, да, ну, то есть даже если продашь там все, что имеешь, там, ты даже не наберешь этой огромной суммы. И вот, надо сказать, отдать должное, что наши люди стали очень неравнодушные, и, казалось бы, ну, что там, каждый, если по 100 рублей, которые у нас там в карманах валяются, да, да, и сразу, знаете, и вот это чудо, оно свершается, мы дарим жизнь, да, и, конечно, когда эти матери, когда после того, как ребенок идет на поправку, после удачной операции, их, конечно, невозможно без слез смотреть на них, потому что, не дай бог никому, когда болеют дети, и я всегда говорю, что чужих детей не бывает, и когда мы вместе, мы можем творить чудеса. Как же такая идея стать такой фонд? Ну, меня пригласил Алексей Машкович, собственно, дружить, и у нас есть много волшебниц, мы так их называем, то есть попечительницы и попечители, ну, я тоже притащила своих, артисток, Дашу Мороз, моих коллег, Дашу Якомасову, Сашу Рябинок, в общем, и мы все вот вместе, потому что это понятно, что графики у всех такие сложные, то есть когда я не могу, допустим, идет там Даша Мороз, ну, то есть мы устраиваем аукционы, устраиваем поэтические литературные вечера, где происходит вот такой вот сбор денег, и очень у нас так все прозрачно, девочки у нас, команда там работает, отчеты все, все каждый месяц приходит, на что потрачены деньги, собраны средства, насколько у нас уменьшилась очередь наших подопечных, которые нуждаются в срочном лечении, и в общем, я просто как мама своих троих детей, я не могу пройти мимо, я поэтому согласилась, хотя, конечно, это очень тоже большая ответственность, потому что бывают такие моменты, что прям надо срочно найти деньги, да, ну, вот как-то я говорю, что социальные сети нам сейчас в этом очень помогают. Я желаю вам удачи в вашем большом добром деле, это очень радует то, что занимаются у вас великие артисты такими делами. Сегодня вы будете играть спектакль «Любовь к понедельникам», расскажите немножко о нем. Недавно я стала играть спектакль, это, наверное, сегодня я буду играть, наверное, пятый спектакль. Спасибо. Вот, то есть, да, я новенькая в этом коллективе, потому что еще есть Жанна Эпли, которая со мной играет в пару. Это тоже очень удобно, потому что, когда у тебя есть съемки, ты можешь замениться, да. Вот, мне очень интересна эта роль, потому что я вот в таком жанре, как бы, в основном я играю драму всегда, там, трагедию, вот. Вот, и тут комедия, и, знаете, такая легкая, семейная, о любви, о мудрости женской. Я вообще считаю, что у меня главная роль, хотя там у меня на сцене, может быть, не так много, но сюжет вот именно закручивается так, что моя героиня, да, настоящая леди английская, мудрая женщина, которая сохраняет семью, отпуская своего мужа к любовнице, ну, отпуская абсолютно, говорит, все отлично, все, я очень рада, живи счастливо только. И вдруг он понимает, что, собственно, зачем ему уходить. Да, и когда она отпускает его и вообще меняет свой кардинальный образ, начинает жить так, как она любила, одевать яркое, а муж не любил. То есть она все время шла на компромисс, и она говорит, что семейная жизнь – это огромный труд, семейная жизнь – это компромисс. И, в общем, вот такая очень веселая и умная женщина Хилари Кливс. Я, знаете, даже, может быть, у нее, вот эта героиня моя, я очень многому учусь, потому что мы иногда вот так вот вцепляемся друг в друга, и это неправильно, этим, может быть, отталкиваем. А правильно надо отпустить и заняться своей жизнью, и тогда твой любимый вдруг обернется и посмотрит на тебя совершенно новыми глазами и вдруг поймет, что именно она нужна ему, и что никуда не нужно уходить, что вот она рядом. Потому что, знаете, конечно, бывает, когда прожили 20 лет, там, наверное, это как-то уже такая привычка или как-то уже кажется, что все такое пресное, надоело, все одно и то же, да, и что-то ищет, что-то на стороне. Вот, но на самом деле, вот моя героиня дает понять, поворачивает взгляд мужчины на это, на его новую жизнь с этой любовницей. Говорит, да, вот, пожалуйста, живи. И вдруг он понимает, что он теряет. И, в общем, ну такая очень легкая, романтическая комедия и с очень, как притчей, знаете, очень умная такая. Мне нравятся такие истории. Сейчас я бы хотела задать вам близ вопросы, на которые нужно быстро отвечать. Ваша любимая книга? Мастера Маргарита. Кем хотели стать в детстве? Певицей. Что может вас очень обрадовать? Подарок. Огорчить. Ложь. Был ли такое, что в время спектакля вы напрочь забывали слова? Да. Как справлялись? А зашла за кулисы, спросила. В какой стране вы мечтаете побывать? В Новой Зеландии. Какие три качества должны быть в любом мужчине? Сила, ответственность и честность. А ваш девиз по жизни? Лучше сделать что-то и пожалеть об этом, чем не сделать и пожалеть о том, что не сделаю. Спасибо большое за беседу. Мне было очень приятно с вами пообщаться и встретиться. Все хорошо. А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях были два великолепных актера. Андрей Чернышев и Екатерина Волкова. С вами была передача «Кофе со звездой». До встречи в следующем выпуске. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова